Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео Авторынок. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного и интересного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей. Обзоры, сравнения, тест-драйва, а также обзоры техплана, где мы разбираем детально особенности тех или иных моделей в боу-виде, рассматривая их на подъемнике. Ну а если вас интересуют вакансии, либо автомобили в наличии, все это вы можете посмотреть по ссылочкам, которые будут на экране. Герой нашего сегодняшнего сюжета это автомобиль, который очень хорошо продавался, будучи новым в салонах официальных дилеров. Соответственно, и на вторичном рынке представлен в достаточном количестве. Но если вы вознамерились купить подобную машину в 2023 году, вы наверняка столкнетесь с огромным количеством относительно умотанных экземпляров на вторичном рынке. Тем не менее, по своему сочетанию потребительских качеств, этот автомобиль до сих пор практически вне конкуренции. И на примере сегодняшнего экземпляра мы разберемся, почему. Встречайте, Subaru Forester, четвертое поколение, кузов SJ. Четвертое поколение кроссовера Forester с кузовным индексом SJ появилось в 2012 году. Машину освежили в 2016, а выпуск завершился к 2019 году. 7 лет – довольно неплохой срок конвейерной жизни для современных моделей. Что касается гаммы двигателей, то на российском рынке эти машины можно было купить с одним из трех вариантов бензиновых моторов. 2-литровый атмосферник 150 лошадей, 2-литровый турбомотор на 241 лошадиную силу, 2,5-литровый атмосферный двигатель на 172 лошади. Младший 2-литровый атмосферник комплектовался в том числе и механической коробкой передач. В самых базовых версиях всем остальным был положен только вариатор. Привод у всех Forester на 4 колеса. Сегодня в наших руках оказался классический дори-стайлинг 2,5-литровый 2012 года выпуска. К четвертому поколению кузов Forester изрядно прибавил в габаритных размерах. И теперь это действительно среднеразмерный семейный кроссовер. Длина кузова автомобиля 4,59 м, ширина 1,79 м, высота 1,73 м, колесная база 2,64 м, но при этом радиус разворота относительно небольшой – 5,3 метра. Автомобиль не такой уж тяжелый снаряженная масса Forester в этом кузове – 1508 кг. А максимально разрешенная чуть больше двух тонн. Хорошо сопротивляющийся коррозии кузов четвертой генерации Forester окрашен достаточно тонким слоем. В общем-то типичным для японских автомобилей, причем для внутреннего рынка. Разброс показаний толщиномера на кузовных панелях этой машины для родного окраса будет лежать в диапазоне от 85 до 115-120 микрон. Что-то в этих пределах. Самое интересное, что из алюминиевых деталей кузова здесь только капот. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает довольно массивная и большая по площади крышка, оснащенная электроприводом. Кстати, каталожный объем багажника этого Forester 505 литров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, сколько это в линейных размерах. Ширина багажного проема по его средней части метр десять. Длина по полу до спинок сидения 90 сантиметров. Максимальная ширина по полу 149, а минимальная 106. Высота багажника от фальшпола до крыши 82 сантиметра. Для перевозки особо длинных и габаритных грузов, либо просто большого его количества, можно сложить спинки сидений. Причем делается это здесь при помощи клавиш из багажника, что удобно. Несколько смазывает картину то, что сидения складываются не в ровный пол, а в любом случае будет оставаться ступенька. Расстояние от заднего края багажника до спинки переднего сидения будет метр семьдесят. Ну а максимально длинный груз, который можно увести здесь, протолкнув его между передними креслами, это 2 метра шестьдесят сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику Форестера, можно отметить наличие дополнительных петель для фиксации груза, плафончика освещения, правда, достаточно небольшого, и 12-ти вольтовые розетки на боковой панели слева. Под фальшполом у нас формованная пенопластовая емкость, где размещается разного рода мелочь, а также штатный инструмент. Ну а в самом низу у нас докатка. В целом, для хозяйственных нужд этот багажник очень даже подходит. Ну а теперь про салон и посадку в четвертом Форестере. И надо отметить, что по этой части про автомобиль можно говорить только в положительном ключе. Начать с того, что в данной комплектации, несмотря на тканевый салон, водительское сидение у нас оснащено электроприводом. Причем диапазон регулировки по длине здесь поистине огромный. При моем росте 1,86 м, когда я отодвигаю сидение до упора назад, я не дотягиваюсь ногой до педалей, не то что до пола салона. Так что подстроить под себя посадку в этом автомобиле получится даже у очень рослых людей. Есть, естественно, регулировка по высоте и также регулируется рулевая колонка. Правда, у нее регулировки чисто механические, зато в большом диапазоне. В плане опоры под локти также нет вопросов. Отделанный тканью подлокотник на дверной карте находится ровно там, где должен. Даже при отодвинутом достаточно далеко назад кресле. Подлокотник на центральном боксе отделан кожей, но он тоже на своем месте. В плане клавиш и органов управления четвертый Forester это достаточно простой автомобиль. Какой-то перегруженности кнопками здесь нет. Ассоциации с самолетной кабиной не возникает. Абсолютно стандартный блок стеклоподъемников под довольно-таки удобным наклоном на дверной карте. Расположены на своих местах удобные подрулевые переключатели и мультируль. В нашем случае левая сторона занята клавишами управления мультимедийной системой и телефоном, бортовым компьютером. А правая часть относится к круиз-контролю и режимам работы автомобиля. Режим интеллектуальный, более экономичный, либо режим спорт. Когда коробка передач будет поддерживать более высокие обороты двигателя для резкого отклика на нажатие педали газа. В четвертом поколении у Forester появился цветной дисплей бортового компьютера, вынесенный на верхнюю центральную часть приборной панели. Здесь отображаются режимы работы системы полного привода, крутящий момент, распределяемый по колесам. Здесь же показания бортового компьютера в плане расхода топлива, мгновенный расход топлива, а также прогноз остатка хода на баке. На левой монохромной части дисплея отображается индикация системы климат-контроля, который, кстати, здесь двузонный и полностью автоматический. Также на цветном дисплее бортовика при включении задней передачи мы видим картинку с камеры заднего вида. Так что с парковкой на этой машине задним ходом вопросов не будет. Центральная часть приборной панели это магнитола, причем в нашем случае уже не родная. Предыдущий собственник заменил ее на другое головное устройство. Абсолютно интуитивно понятное управление климатом. Все регулируется при помощи поворотных рукояток. Отвлекаться от дороги не понадобится. Ну а внизу под 12-ти вольтовой розеткой у нас располагаются клавиши включения подогрева передних сидений, а также клавиши активации внедорожного режима X-MOD, который перенастраивает связку двигателя к коробке передач и АБС для максимального улучшения проходимости вне дороги. Селектор вариаторной трансмиссии выполнен по классической схеме с курком блокировки. Пользоваться им удобно и ошибиться при включении передачи тяжело. Стояночный тормоз здесь самый обычный механический. Ну а по части подстаканников и бардачков есть довольно объемная полка. Внизу самой центральной консоли два подстаканника, большой бокс в центральном подлокотнике, внутри которого также дополнительная 12-ти вольтовая розетка, AUX и USB разъем. Основной бардачок у Форестера не сказать, что беспредельно огромный, но бумаги формата А4 сюда вместятся. Есть футляр для очков и карманы в дверных картах, передняя часть которых отформована для установки туда бутылки с напитком. Что касается обзорности у этого автомобиля, то на мой субъективный взгляд, Форестер SJ это вообще один из лучших автомобилей по этому показателю. Линия остекления у этой машины очень низкая и если вы поднимете водительское кресло повыше, у вас может сложиться ощущение, что вы сидите в песочнице. Настолько хорошо все видно вокруг. Дополнительные форточки в передних дверях лишь способствуют этому моменту. Так что при повороте направо или налево пешехода вы вряд ли не заметите. Совершенно нетипичным для современных автомобилей здесь является и то, что капот у Форека 4-й генерации полностью видимый. Это касается как боковин, так и собственно переднего края. Наружные зеркала здесь очень большие по площади и на самом деле удобные в использовании. Ну а с парковкой назад, помимо отличной обзорности, через стекла помогает еще и камера. Так что повторимся, обзорность это одно из ключевых преимуществ данной генерации. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается заднего дивана Форестера этого поколения. Само сидение здесь отформовано под двух седоков, но чисто визуально. Его центральная часть широкая и при этом плоская. Так что третий пассажир разместится здесь в принципе достаточно свободно. Особенно если на заднем сидении едут не слишком плечистые люди. Запас пространства по длине, несмотря на то, что база здесь меньше, чем у иных седанов, достаточно неплохой. И при моей регулировке кресла я даже не контачу коленями со спинкой сидения. Запас пространства над головой тоже присутствует. Что касается упора для локтей на дверной карте, такой же отделанной тканью подлокотник, как и у водителя. Ну а центральная часть сидения содержит в себе, помимо опоры под локти, еще и два подстаканника. Здесь достаточно удобно. Кстати, у этого автомобиля можно отрегулировать еще и наклон спинки заднего сидения. Для этого нужно нащупать небольшой хлястик внизу и потянуть за него. Вот это максимально отклоненный назад вариант посадки. Несмотря на отсутствие каких-то дополнительных удобств для задних пассажиров, здесь в виде подогрева сидения, либо отдельных дефлекторов вентиляции, здесь довольно удобно. Так что отправляться на заднем сидении Forrester SJ на очень дальнюю обзорную экскурсию вполне рекомендовано. Что касается двигателей у Forreca этой генерации, на российском рынке машины продавались с тремя вариантами моторов. Два атмосферника и один с турбонаддулом. Атмосферные моторы относятся к одной серии FB, FB20 и FB25 соответственно. Эти двигатели имеют самый обычный распределенный впрыск топлива. Правда, двухсполовинчатый мотор после 2018 года все же обзавелся системой прямого впрыска. Когда прибавил в мощности. Если дорестайлинговые 2,5 это 172 лошадиные силы, то на рестайлинговых машинах прямовпрысковой версии выдает уже 185 лошадей. Двухлитровый атма мотор это 150 лошадиных сил. И 10,6 секунды с нуля до сотни с механической коробкой. С вариатором разгон занимает порядка 12 секунд. 2,5 литровый атмосферник на разгон пободрее. 9,9 секунды до сотни и 220 км в час максимальной скорости. Оба этих мотора имеют цепной привод газораспределительного механизма по два распредвала на каждую голову и лишены гидрокомпенсаторов. Также эти двигатели, будучи современными, оборудованы системой Dual AVCS, то бишь фазовращателями на всех распредвалах. Пожалуй, самой ключевой неприятной особенностью двухлитровых моторов в серии FB, по крайней мере до 2014 года, был расход масла на угар. С которым компания-производитель пыталась все это время бороться. И вроде как на машинах более свежих лет выпуска проблему все-таки победили. Но при осмотре подержанного автомобиля на всякий пожарный, все же проверьте его хотя бы на дымность. Контроль уровня масла на этих моторах на самом деле достаточно полезная штука. Особенно, если пробег двигателя уже приблизился или превысил рубеж с 200 тысяч километров. Очень часто на автомобилях с большим пробегом попадается течь масла по лобовине, то есть покрышке, закрывающей цепи ГРМ. Связано это с высохшим герметиком. Но процедура переуплотнения стоит не так уж дешево. Поэтому при осмотре автомобиля снизу особое внимание на отсутствие масляных течей. Помимо лобовины, бежать здесь могут также клапанные крышки и, собственно, стык головки блока цилиндров с самим блоком. Также на этих двигателях крайне желательно поддерживать в чистоте систему охлаждения и перегрева. Эти моторы ой как не любят. Объем заливаемого сюда масла это около 5 литров. Масло сюда заливается 4,8 литра, рекомендованная заводом вязкость 0V20. Из плюсов этих моторов топливная экономичность даже с двигателем 2,5 литра. При движении на круизе по трассе на скорости 100-120, Форестер способен расходовать порядка 6,8 литра на 100 км пробега. А для полноприводного высокого автомобиля это очень даже хороший показатель. Практические ресурсы в B-серии это около 250 плюс тысяч километров пробега. Что касается максимального по мощности мотора на 241 лошадиную силу, то это двигатель другой серии, ФА. Также оппозитный, также четырехцилиндровый, также цепной. Но уже с системой непосредственного впрыска топлива. Турбомотор отличает от атмосферных собратьев повышенная требовательность к качеству топлива. Двигатели эти очень боятся детонации. И крайне рекомендовано в наших условиях не заливать в ФА-20 95-й бензин. Лучше подстраховаться и заправлять более высокий октан. С этим двигателем Форестер разгоняется до 100 км в час за 7,5 секунд. А это быстрее очень многих соседей по потоку. Немалую лепту в дело экономии топлива и удобства управления этими автомобилями вносит и коробка передач. Она здесь вариаторная, фирменное наименование Subaru Lineartronic, ну а маркировка трансмиссии TR690. Эти коробки, попавшие на Форестеры с любым вариантом моторов, в том числе наиболее слабым двухлитровым атмосферным, рассчитаны на крутящий момент до 350 ньютонометров, который здесь может обеспечить только турбированный ФА-20. При условии, что вы будете менять масло в этой вариаторной коробке хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега, вы можете рассчитывать на ресурс 250 тысяч плюс. Эти трансмиссии показали себя как надежные и выносливые, в том числе и в сложных условиях эксплуатации. Но при покупке подобного автомобиля факт замены рабочей жидкости в трансмиссии предыдущим хозяинам, конечно, будет неоспоримым плюсом, поскольку на текущий исторический момент стоимость одного литра фирменной рабочей жидкости для данных субаровских коробок достаточно кусачая. Ну а перед тем, как посмотреть на Форест РЖ снизу на подъемнике, пробежимся по дорожному просвету. Напомним, каталожный показатель этого параметра для данного автомобиля – это 22 сантиметра. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это на самом деле. Низшая точка в данном случае будет находиться под краем пластиковой защиты моторного отсека. Расстояние от асфальта до нее – порядка 21 сантиметра. Ниже этой отметки висит резиновый брызговичок под передним бампером – 20 сантиметров от асфальта. Сам бампер находится на расстоянии в 26 по низкому заднему краю. От асфальта до брызговиков за передними колесами – 24 сантиметра, а до задних брызговиков – 21. Низшая точка заднего бампера в 30 сантиметрах от асфальта. И все, что здесь есть, фактически под него подобрано. Так что в плане геометрической проходимости Forester SG действительно хорош. Что касается подвески этого автомобиля, здесь используется классическая для кроссоверов схема – передняя подвеска типа Макферсон. Стабилизатор поперечной устойчивости, благодаря его расположению, просто в обслуживании и проблем с доступом для замены втулок стабилизатора здесь не предвидится. Что касается ресурсов, то как шаровые опоры, так и сайлентблоки в достаточно тонких внешне передних рычагах способны отработать более 100 тысяч километров пробега до замены. Относительно слабым звеном можно назвать ступичные подшипники. Меняются они здесь в сборе со ступицей и живут порядка 80-100 тысяч. Зато амортизаторы у этих автомобилей, как правило, не просятся на замену до пробега в 1150. Хотя многое здесь, конечно, зависит от режима эксплуатации автомобиля. К большому сожалению, не отличается безграничным ресурсом на этих автомобилях такой узел, как рулевая рейка. Рейка здесь электрическая, течь она не будет, а вот стучать запросто. При покупке подобного автомобиля проверяйте этот узел на отсутствие люфтов и стуков. Справедливости ради надо отметить, что рейки вполне ремонтопригодные и восстанавливаются за весьма вменяемые деньги. В задней части автомобиля у нас размещается прикрытый пластиковыми защитами топливный бак. Он здесь металлический и его объем 60 литров. Задняя подвеска у Форестера 4-го поколения все так же многорычажная, причем рычагов тут действительно много. По 4 на каждую сторону, плюс шаровые опоры сверху. Ресурс резинок задней подвески это около 150 тысяч километров, а в некоторых случаях даже больше вполне возможно, что к этому пробегу удастся обойтись заменой лишь некоторых сайлинг-блоков. Но диагностировать входовку у Форестера лучше заранее, до покупки, дабы потом не удивляться внезапным ремонтом. Но на всякий случай состояние задней подвески лучше продиагностировать перед покупкой. Задний стабилизатор поперечной устойчивости в плане своего сечения и габаритных размеров компонентов по сравнению с передним игрушечный. Но все так же в эталонном доступе. Ну а что касается антикоррозионной обработки, в данном случае автомобиль был полностью обработан еще предыдущим собственником, которому слой заводской защиты показался явно недостаточным. Что касается системы полного привода у этих автомобилей, то с вариатором TR690 полный привод, здесь будучи постоянным полным, тем не менее имеет чуть больше крутящего момента на задней оси. Соответственно, автомобиль демонстрирует более заднеприводные повадки в критических режимах. Но у данной системы присутствует возможность перераспределения момента по осям в зависимости от дорожных условий. Система полного привода здесь, кстати говоря, крайне надежна. Нареканий по ней минимум. Таким мы увидели сегодня Subaru Forester 4-го поколения в кузове SJ с 2,5-литровым бензиновым мотором 12-го года выпуска. Если у вас был или есть подобный Forester, на котором вы проехали уже не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, прописывайте все это в комментариях. Людям, которые думают сейчас о покупке такой машины, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. На этом наш обзор мы завершаем. Если вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои пожелания о том, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем, но мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо, что смотрите нас и до новых встреч на канале. Пока!